В Приднестровье потихоньку отходит от новогодних каникул, искусственные елки убирают до следующего года, а живые выбрасывают и нередко просто во двор. Как правильно утилизировать праздничные деревья, об этом Юрий Чернявский. Ну все, окончен бал, погасли свечи. От еще недавно пышных и нарядных елей скоро останется одно колючее послевкусие. Зато как эффектно. Опавшие иголки потом можно находить еще годами. Вот так. Вот-вот старый Новый год, а сразу после него начнется массовая миграция елок на улицу. Целые хвойные леса, как ненужный мусор, вырастут по всему городу. Еловый патруль в лице столичного спецавтохозяйства настоятельно просит не выбрасывать деревья, где попало. Это только замедлит уборку и вывоз елок из дворов. Поэтому есть ряд простых рекомендаций. Правильнее всего было бы складировать их на пятикубовые контейнера. В пятикубовые контейнеры, то есть в лодке, которые стоят по городу. Это было бы очень легко. Если нет такой возможности, то хотя бы на подконтейнерных площадках, то есть возле контейнеров. Ни в коем случае не пытаться их поставить в контейнеры. Рекомендации специально для жителей многоэтажек. Хвойные можно аккуратно оставить на улице возле мусоропровода. Коммунальщики их сами заберут. Казалось бы, вот в это небольшое отверстие может поместиться только пакет с мусором. Но нет, есть. Есть еще те умельцы, которые умудряются затолкать елку в шахту мусоропровода. Мусоропровод, соответственно, да, забивается с верхних этажей. Получается, есть мусор, который сверху падает на елку, он уже остается. То есть такие случаи есть? Есть такие случаи. Наши мусоропроводчики сталкиваются и решают этот вопрос. Особого механизма утилизации хвойных у нас нет. После уборки деревья вывезут на мусорный полигон. В России, к примеру, елки измельчают, а щепу используют для подкормки и подстилки в приютах для домашних животных. Кто-то использует хвою как дрова для отопления в частных домах или банях, дачники в качестве удобрения. Одни делают из иголок целебные отвары, другие мастерят декоративные поделки, чей аромат еще долго будет напоминать про Новый год. Юрий Чинявский, Андрей Овчинников, ТСВ.